Книга «Открытым окон», 20-й том, вопрос 3382, тема «Литература». Что бы вы сказали, если бы вам дали возможность открыто высказаться по телевидению о фильме «Остров»? Отвечает Игнатий Тихонович Лаптин. Сделать ничего нельзя, но поделиться мнением можно было бы. Награды у авторов-создателей фильма не отнимать, но пояснить, что фильм очень хорошо отобразил мечту, ностальгию по именно такой вере, такой религии, как показано у Лондина. Но это фильм есть самая настоящая критика, извращение самой основы евангельской веры. Какую принес на землю Иисус Христос? «Народ будет искать и мастера с Маргаритой, и старца Анатолия, и Матрицу, и Гарри, лишь бы была жвачка подешевле и подольше хватило. И обязательно, чтобы кумир устроил жизнь без наших усилий, как-то бы все наладилось, и десятый брак оказался более удачным, чем предыдущие девять. И чтобы по любому вопросу обращаться не к Богу, не к Библии, а к любому колдуну, к дураку вонятки на печи, чтобы только печь двигалась, и мы бы фольклором давились прикуску с пенем за Родину, за Сталина. Люди поедут по монастырям искать таких придурков, которые могут только дым пускать и маразмом дымить, и будут еще новые придурки по домам. И в этих паломничествах не столько жизнь устраивается, сколько блудят напропалую, и туда едут за этим крошевом, как в санатории совсем уж бесноватые волюнтаристы, до острых переживаний. Вот только одна из газет «Комсомольская правда» 2 февраля 2007 года, страница 10.11. Свято место больше не пусто. После феноменального успеха фильма «Остров» в России начались массовые поездки к православным святыням. Фильм «Остров», показанный по телевидению в январе, неожиданно раскачал российскую духовность. Никто не ожидал такой реакции народа на малобюджетную, почти библейскую притчу о чудаковатом православном старце. И далее даются описания маршрута и стоимость билетов в 12 монастырей. И что за святыни в них? Особенно жуткая картина, когда видишь тысячи людей, бредущих по кругу. Так и слышится вопль Пушкина и безжалостных гонителей. Хоть убей следа не видно, сбились мы. Что делать нам? Поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам. Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Только бы не идти на проповедь, только бы не слышать глаз Христов, идти на благовестие. Надежда на дикую мистику, что вот обойдут, и что-то рухнет, сдвинется. И в газете подана самая пикантная приманка. Посетив какую-то святыню, люди прикипают к ней душой, находят себе духовных отцов и наставников, и группа, как правило, сохраняет между собой дружеские связи. И потом той же группой отправляются к другим святыням. Я знаю очень много молодых людей, которые нашли в этих поездках себе мужа или жену. У меня знакомый бизнесмен, но смотря на свою молодость, не знал, куда приложить свои силы. Отправился в паломничество, повстречал будущую жену, сейчас у него пятеро детей. Кажется, что именно паломничество раскручивает маховик духовной жизни в стране, устанавливает горизонтальные связи, подпитывает монастыри. После первого показа фильма я сразу же высказал именно эту мысль, что народ очень быстро скатится к полному шаманству. Фильм заблокирует страну еще на десятки лет, доколе мусульманство окончательно не поглотит гниющий труп страны. Монастырям не поможет подпитка от блудного. Иеремия 3, 23. Поистине напрасно надеялись мы на холмы, и на множество гор. «Нет моего благоволения к вам, — говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне!» Иеремия 46, 11. «Напрасно ты будешь умножать врачевства, нет для тебя исцеления!» Лицеприятие и выгода своя не отмирает даже в алтарях. Приходится на вытяжку стоять, приемных гнить и попусту так зря. Так сколько же загублено часов талантов, нераскрытых на подходе, закрылись от незрачных на засов. Пусть их и не было, и обошлись бы вроде. Лицеприятие сгубило чудный шанс, пренебрегло под золоту одежде. А тот, отвергнутый, отверг бы смерть от нас. Ту дверь к спасению нам не открыть, как прежде. Геологи, кто с многолетним стажем зря не отбросят и невзрачный камень, будь и непривлекателен он даже, не пожалеют, что с собой таскали. Слепцу любому, даже прокаженным, был у Христа за пазухой подарок, мужьям потерянным и даже подлым женам, младенцам в ясельках и запредельно старым. Косноязычным выправлял язык, и шли они, неся благою весть. Им предстоит еще царям грозить и возводить отступников на крест. Не пренебрег и падшего меня во тьме и мраке, сгинувшего вовсе. Дал жизни смысл, назря не разменял, чем не раскаялся ни ныне и ни после. Лицеприятие скривило ум и совесть. Не вызовет святую благодарность. О важности персон забудьте вовсе. Прием ведите под святую запись. В любом Христа сумейте разглядеть, не будь судьей бесстрашным и бесстыжен. Господь, отвергнутый, к нам не заглянет в пресс. Для Царства Божия окажешься вдруг лишним. 31 января 2007 год. Игнатий Владимирович